Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут CryptoFrontman и сегодня я продолжаю вас знакомить со стратегиями по скальпингу. Сегодняшняя стратегия называется «Скальпинг тройного супертренда». Сейчас мы вместе с вами подберем все индикаторы, которые для нас необходимы. Также я знаю, что большинство из вас нет подписки на TradingView. Соответственно, вы можете использовать не больше трех индикаторов. И эту проблему я помогу решить. Но сперва начнем с основных индикаторов. Первое. Нам понадобится с вами стокотический осциллятор. Раз. Также нам понадобится стокотический индекс относительной силы. Далее. Нам понадобится TSV. Time Segment Volume. Пожалуйста. Далее. Также нам понадобится супертренд. Он находится в скриптах сообщества. Соответственно, супертренд самый популярный. 28 тысяч. Выбираем, жмем три раза. Раз, два, три. Соответственно, отображается. Также нам понадобится СМА Байка ГС. То есть, двухсотая скользящая. Итак. Теперь у нас есть все, что нам необходимо. Теперь мы будем это все править. Первое. TSV. Заходим. Меняем здесь. Убираем графическое отображение. Меняем на белый цвет. Лично для меня он наиболее удобный. Поплотнее. Чтобы было видно. Далее. Стаховостики. Точно так же. Заходим и делаем пожирнее. Для того, чтобы мы визуально могли себе четко все сразу видеть и понимать. Итак. С этим мы разобрались. Далее. СМА Байка ГС. Нас интересует исключительно двухсотая скользящая. Давайте сделаем белого цвета для того, чтобы сами супертренды красного цвета никак не переплетались со двухсотой скользящей. Теперь мы меняем супертренды. Первое. Мы здесь убираем покупать, продавать и нижние две галочки снимаем. В аргументах здесь составим 10. Меняем здесь на единицу. Окей. Второй. Точно так же. Здесь мы период 11-2. Стиль. Убираем покупать, продавать. Убираем соответственно эти все галочки. Третье. Покупать, продавать. Убираем. Убираем все эти галочки. Соответственно аргументы. У нас здесь будет 12-3. Соответственно наш рисунок будет принимать данную форму. Используем свечи, японские свечи. Данный вид мы будем иметь все те, кто имеет премиум подписку или какую-то другую на TradingView. Для тех, кто сейчас себе этого не может позволить, у нас будут немножечко другие настройки. Итак, заходим. Выбираем MyTripleSupertrend от автора ДХФИШКИ. Соответственно, так же вбиваем с вами стахаостик. Стахаостический осциллятор обычный. И, конечно же, ТСВ. ТСВ. Супертренд уже сразу изначально здесь настроен. Поэтому вам уже можно будет пользоваться. Единственное, что здесь не хватает, это 200-е скользящие. Для того, чтобы использовать 200-е скользящие, просто в соседнем браузере откройте TradingView и вбейте там с Mobile KGS. 5 в 1. Либо вовсе, какой вы знаете. Для того, чтобы просто обозначить нам тренд. Соответственно, и вы будете перещелкивать 200-е скользящие, вы будете знать, что вы сейчас находитесь в бычьем локальном тренде. Или, если вы снизу, вы будете понимать, что вы находитесь сейчас в мид-ежем локальном тренде. И, соответственно, уже здесь будете использовать все эти технологии, о которых я буду говорить далее. Что ж, с этим тоже разобрались. Идем дальше. А теперь давайте посмотрим, что может произойти, если, предположим, ваш баланс 100 долларов. Ваш винрейт будет равен, предположим, 60, пускай даже 4 процента, друзья. По стратегии мы должны закрываться. 1 к 1 переставляем в безубыток и переставляемся в 1 к 1. Итак, 1 к 1 и 100 плюс 1. Даже при таком условии. Соответственно, предположим, вы проделаете данное действие 50 раз. И кредитное плечо, пускай даже мы с вами возьмем, 10. Соответственно, выбираем биржу Bybit. Так как нас интересует минимальная комиссия. У Bybit, если вы используете лимитные ордера, вам платят. Если вы используете рыночные ордера, соответственно, вы платите несущественную комиссию. Итак, посмотрим, что будет, если мы будем торговать в данном ключе. Как видите, друзья, со 100 долларов вы сделаете 745 долларов. Это, мне кажется, отличный результат. А теперь перейдем к самой стратегии. Итак, друзья, здесь мы с вами находимся ниже 200. Раз, выполняется условие. Находимся выше второго супертренда. И находимся в ТСВ плюсовом. Соответственно, выше 200 скользящей. Можем заходить. Выбираем длинная позиция. Условия будут такие. Мы заходим на вершине. Выставляем стоп-лосс по нижнему супертренду. Соответственно, далее наше выставление должно равняться 1 к 1. Итак, после того, как мы с вами достигли 1 к 1, мы переставляем его на 1 к 2. Хочу отметить, что наши тейк-профиты будут как 1 к 1, так и 1 к 2. После того, как мы достигаем отметку 1 к 1. Все зависит от того, на какой свече вы входили. Данная свеча маленькая. Соответственно, мы можем себе позволить войти 1 к 1, переставить без убыток и перейти к 1 к 2. Так как мы закрыли здесь, мы можем уже искать входы здесь. Итак, пожалуйста, мы с вами видим, что мы находимся по стахастическому индексу в зоне 20. Соответственно, дорогие друзья, первая зеленая свеча. Мы находимся на третьем супертренде. Здесь у нас минус 20. ТСВ у нас положительный. Мы находимся выше 200 скользящей. Соответственно, данная свечка может являться точкой входа. Входим. Соответственно, если мы с вами зашли в данном месте, стоп-лосс у нас находится здесь, на первом супертренде. Соответственно, наша цель 1 к 1, дорогие друзья. Выставляем. Как только мы доходим до данного места, соответственно, выставляем 1 к 5. Как видите, дорогие друзья, мы и здесь сумели взять профит. Условием входа в шорт будет являться нахождение стахастического ассоцилятора или стахастического индексу относительной силы в зоне перекупленности выше 80. Соответственно, мы это имеем в данном месте. И соответственно, в данном месте. Итак, дорогие друзья, далее, для того, чтобы нам зайти, нам необходимо нахождение красной свечи под двумя или тремя супертрендами. Один супертренд для нас никак не подходит. Также нам необходимо ТСВ в зоне минусовым значением. Как видите, сейчас снизу слева ТСВ у нас в отрицательном значении. Также мы должны находиться ниже 200 скользящей. Итак, смотрим. Выставляем короткая позиция. Первая ситуация, которая у нас возникла. Зона перекупленности. Первая красная свеча, как видим. Соответственно, мы ожидаем ее закрытия. И практически под самый конец ее закрытия мы можем реализовать вход. Либо сразу после ее закрытия. Соответственно, если мы здесь входим, выставляем. Стоп-лосс у нас находится на отметке первого супертренда. Дальше выставляем один к одному. Пожалуйста, выставили. После того, как мы с вами в этом месте, в этом данном месте щелкнули один к одному, мы должны переставляться в безубыток стоп-лосс, а цель у нас уже один к полтора. Соответственно, выставляем один к полтора. Выставляемся в безубыток. Соответственно, как видим, нас выбивает в безубыток. Следующий момент мы уже можем искать здесь же. Смотрим, дорогие друзья. Как только мы находимся за отметкой перекупленности входим. Как видим, здесь мы колеблемся. Тут район 79,9. То есть на тоненького. Но однозначно, сами поймите, что мы все-таки должны зайти в зону перекупленности. После чего должны принимать решение. Итак, мы смотрим, что в данном месте мы даже, по сути дела, при увеличении, мы видим, что даже не коснулись. Мы не коснулись. Соответственно, ожидаем роста. Итак, видим здесь, что мы здесь находимся и по стахолостику, и по RSI стахолостику. Мы находимся с вами в зоне перекупленности. Соответственно, это может стать триггером для входа. Но так как мы находимся здесь за 0,02 с хозяющей, правильно, но у нас один супертренд, соответственно, входов в данном конкретном месте нету. Надо ждать, когда появится вторая супертрендовая линия. При условии, что все будет сохраняться. Итак, смотрим. Вторая супертрендовая линия появилась. Отлично. На этой свече мы видим, что мы находимся по-прежнему в зоне перекупленности. Мы не дошли до отметки 50 ни в стахолостике, ни в индексе относительной силы стахолостика. Соответственно, это тот случай, когда мы можем с вами смотреть точку входа. Однако, если вы обратите свой взор, вы увидите, что TSV находится в положительном значении, снизу слева. Смотрите, вот здесь. Итак, TSV находится в зоне положительной. Мы не можем входить, так как условие не соблюдается. Пропускаем данный конкретный случай. И смотрим дальше. Итак, дорогие друзья, вот данный момент. Смотрим. Как видим, мы здесь находимся ниже 200-й скользящей. Мы ждем, пока часовая свеча закроется, после чего осуществляем вход. Итак, мы ждем, ожидаем. Видим, что мы находимся ниже 2-й скользящей. Соответственно, а здесь и вовсе третья супертрендовая линия появляется. TSV находится в отрицательном значении. Мы видим, что стаховостик находится выше 50. Соответственно, мы помним, что мы не сравниваем стаховостический осциллятор или стаховостический индекс. Нам интересует или-или. И вот, соответственно, здесь есть точка входа. Входим. Мы видим, точка входа у нас будет здесь. Выставляем стоп-лосс по первой супертрендовой линии. Соответственно, цель у нас является 1 к 1, дорогие друзья. И, соответственно, сам take profit мы переставляем в 1 к 1,5. Данная стратегия выполняется достаточно успешно. Из минусов ситуации не так много. Однако, есть достаточно много других пар, криптовалютных или вовсе валютных, в которых вы можете участвовать. Что ж, друзья, надеюсь, данная стратегия вам поможет. Не забывайте, что у меня есть и другие стратегии в плейлисте на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, так как я все делаю абсолютно безвозмездно. И если вы хотите меня отблагодарить, то регистрируйтесь от меня на бирже Bybit и торгуйте от меня. Вступайте в мои социальные сети. Буду вам всячески помогать. Стратегии будут и в будущем. Если у вас есть какие-то идеи, как улучшить данную стратегию, пишите. С удовольствием отмечу вас в будущих видео.